Ну а прежде чем мы начнём... Я бы хотел поздравить каждого из вас с 2020 годом и пожелать успехов и благополучия. Ну а теперь приступим. То, что вы видите сейчас у меня за спиной, это только малая часть того, что было доступно с первого взгляда. Когда я был маленький и проезжал мимо этого места, мне всегда было интересно, что же скрывают стены этого здания. И сейчас у нас появилась возможность это узнать. Идёмте туда. Сейчас я вам расскажу о знаменитом месте, снабжавшее поездами всё СНГ и не только. Рижском вагоностроительном заводе. У Рижского вагоностроительного завода была долгая и очень интересная жизнь. Основан он был ещё при Российской империи в далёком 1895 году. И в то время носил название Феникс. И уже в те времена начал производство трамваев и железнодорожных вагонов. Всё было хорошо, пока спустя 20 лет, в 1915 году, на территорию Латвии не вступили немцы. И всё оборудование из завода вывезли в дальние глубинки России. Но когда всё закончилось и завод продолжил работать в своём прежнем режиме, в 1936 году он начал терпеть большие убытки и перешёл в собственность компании Virox, которая по лицензии Ford открыла там производство автомобилей. И уже спустя год, в 1937 году, из стен бывшего РВЗ вышло более 200 автобусов, тысячи грузовиков и более 300 автомобилей. Во времена Второй мировой войны завод немножко потрепало, но его потом восстановили, подлатали и снова начали выпуск рельсового подвижного состава. И спустя 45 лет, с 1947 по 1993 годы, вышло из стен РВЗ более 20 тысяч дизель, электропоездов, а также трамваев. Это территория РВЗ до конца 90-х годов. На карте видно, что она была гораздо больше в то время, нежели сейчас, в том числе охватывала место нынешнего магазина Elcor Plaza. На территории было около 30 путей, и один из них, вот этот, примакал к трамвайной линии, что давало возможность изготавливаемым трамваям сразу проходить обкатку на путях на тот момент Рижского трамвайно-троллейбусного управления. После развала Союза практически половина территории была отдана городу, а за сим был снесен забор, и на освободившемся месте началась стройка жилых домов. Интересный факт. В стенах этого места за последнее время было два предприятия. Рижский вагонный завод, который был ликвидирован в 2001 году, и в этом же году здесь расположилась компания Рижский вагоностроительный завод, которая работает и по сей день. Так что, по сути, это две совершенно разные компании. В чем их отличие, я не знаю, но ходит теория, что первая занималась производством подвижного состава, а вторая их модернизацией, как в 2007 году на рельсе латвийской железной дороги вышла модернизированная версия электропоезда ER-2, а в 2016 и модернизированный дизель-поезд DR-1A. Но сейчас не об этом. Раньше масштаб производства охватывал более 300 тысяч квадратных метров территории и располагалось там более 150 цехов, пристроек и помещений для персонала. Место было настолько продуманным для комфортной и безопасной работы, что располагалась поликлиника, библиотека, конечно же, столовая, спортзал и даже местный магазин. И также там было пожарное депо. Еще одна интересная вещь – это то, что нынешний магазин Alcor стоит на месте вот этих вот помещений. Они были предназначены для обработки дерева, сушки, покраски небольших деталей и прочего. Производились здесь электропоезда марки R-1, R-2 и ее модификации, R-7, R-9 и ее модификации, R-12, R-22, R-25, R-29, R-31, R-33 и другие. А также дизель-поезда DR-1, DR-2, DR-6 и другие. Ну и также производились трамваи RVZ-6 и были планы наладить выпуск трамваев TR-2. Но о них мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну а чтобы увидеть последний из оставшихся в Латвии трамваев RVZ-6 M2, мы отправились в Daugavkos. Ну вот это собственно и есть то, что вы видите у меня за спиной. Одна из продукций Рижского вагоностроительного завода, трамвай RVZ-6 M2. В этом городе в Daugavkos они катались еще до 2015 года. Серийный выпуск этих трамваев на маршруты. С 2015-2016 уже эти трамваи начали потихоньку отставлять, заменять новыми. И эти трамваи остались в качестве резерва. Ну а сейчас уже 2019 год на дворе. К сожалению, все эти трамваи списаны. И уже ни в одном латвийском городе не встретишь катающихся RVZ-6 M2. А последние RVZ-6 M2 в Риге были списаны еще в начале 90-х. Как видим, раньше почти весь трамвайный парк Daugavkos состоял из RVZ-6 M2, не считая служебного подвижного состава. Пока на смену им не пришли трамваи нового поколения российского производства серии 71-623, а также 71-631. Что сказать, умели же ухаживать за машинами, раз они умудрились пробегать больше 30 лет. Мы переместились немножко на другую локацию, к местной металлобазе. И смотрите, что здесь. RVZ. RVZ. И здесь тартары стоят. Няшки. У этого даже сохранился табло. 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 С номером. Пока RVZ. Мы это лужню. Пенем шана. Что с латышского значит прием металлолома. Та-да-да-да. Сфоткай его, сфоткай, сфоткай. Вот еще один стоит, красавец, который когда-то ездил по этим очень железным трамвайным рельсам. Ну а теперь давайте снова вернемся в Ригу. В Риге расстояние между путями уже, значит и габарит меньше должен быть. Татры проходят, но обратите внимание, что на поворотах, например, у центрального рынка, один трамвай всегда ждет, пока провернет другой, а то они цепанут друг друга мордами. А также на рижских трамвах зеркала только с одной стороны, тоже из-за габарита. А трамваи RVZ и МТВ имели слишком большой габарит для прохождения поворотов по рижским улочкам. Поэтому на рижском вагоностроительном заводе трамваи МТВ-82 и RVZ заужались. Для справки, габарит RVZ-6 был 2596 мм, тогда как габарит Татры 2500 мм. Из МТВ-82 делали РМ-56, из RVZ-55 делали РМ-65 и RVZ-6 переделывали в РМ-67, 68 и 69. Интересная вещь. Из-за недостатка деталей на РМ-ке оставили родные тележки, а также ставили тележки RVZ и даже самодельного производства. Также RVZ производили трамваи серии TR-2, которые недолго пробегали по рижским улочкам по разным причинам. На карте БИНК, на снимке со спутника, даже виден еще этот трамвай на заводских путях. Также я забыл еще упомянуть, что RVZ имел дело даже с постройкой вагонов метро. Конкретно мы сейчас говорим о Новоафонской узкоколейной железной дороге, что находится в Абхазии. В 2014 году на RVZ был выпущен новый электропоезд ЭП-563003. Узкоколейный контактно-аккумуляторный электропоезд постоянного тока, выпущенного в единственном экземпляре и состоящего из одного моторного головного, четырехприцепных и одного прицепного головного вагонов. Прицепной головной вагон не имеет кабины управления и оснащен видеокамерами, что позволяет машинисту осуществлять управление дистанционно из моторного вагона, а пассажирам смотреть вперед. Вместимость этого электропоезда составляет 102 сидячих места. Вот согласитесь, то, что видно сейчас здесь, даже и трудно сказать, что когда-то здесь было огромное производство. Вот это вот здание вдалеке, которое вы видите, это бывшая столовая. Там питались работники завода. Сейчас мы пойдем вон туда дальше и исследуем, что осталось вон там. Вот эта вся местность раньше была обставлена цехами, 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 сплошные цеха здесь были. Даже и не скажешь по вот этому открытому полю, что когда-то здесь был огромный-огромный завод с кучей подъездных путей. Сейчас же здесь много что поснесено. Вот на этом месте или на том, ну и на том тоже, скорее всего, был один или два цеха и шло много-много подъездных путей. Здесь поставлена такая площадка спортивная и на этом месте тоже был раньше цех. Ну а мы, собственно, отправляемся смотреть, что осталось по сей день. Вот туда, чуть дальше. На территории РВЗ уже много частников въехало, которые арендуют здесь помещение. Поэтому здесь можно увидеть кучу всяких разных палетов, досок и различного хлама. А вот здесь, около этого цеха, стояли пригнанные с Эстонии электропроезда, которые там были списаны, когда их заменяли на новые штадлеры. Сейчас же здесь, как и везде на территории, царит пустота и тлен. Ну и здесь такая няшная, очень милая водонапорочка. Знакомые места. Правда, знакомые. На улице сейчас мороз и не холодно, поэтому давайте переместимся домой. Блин, надо будет откалибровать портал, чтобы он так резко не выбрасывал. Вряд ли уже РВЗ оживет когда-нибудь, учитывая то, что в 2020 году уже все электропоезда серии R2 планируется заменить электропоездами производства Шкодова Гонка, чешскими. Но это хоть какой-то кусочек истории, оставшийся по наши дни. Ссылки на источники есть в описании. Также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там еще есть фотографии, которые я выложил в это вот видео. Ну а за сим я вынужден с вами попрощаться и увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Я снимаю нахуй. Вот это, в общем, собственно, дни. Не-не-не, все хорошо. У нас дубли много. Ты не встретишь катающихся РВЗ-6 Р2? Линейно. Среди производимых здесь электропоезд... Среди выпускаемых электропоездов были такие, как R1, R2. Ее модификации R... Планируется заменить все электропоезда R2, курсирующие по латвийской железной дороге, новыми электропоездами Шкода. И... Выход один. Здание РВЗ займут частники. Блин, это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»